Я напоминаю, в эфире канал Артен вечерние новости и этот выпуск сегодня для вас веду я, Наталья Быстрецкая, рассказывая о главных событиях. Мы продолжаем. Зимние каникулы в госшколах Нью-Йорка продлят благодаря инициативе 12-летнего тинейджера. Изначально каникулы планировались 24 декабря по 2 января. Но поскольку в этом году канун Рождества приходится на вторник, ученики и учителя должны были явиться в школу в понедельник, 23-го числа. 12-летний Айзек Ринье разместил свою петицию на сайте change.org. Он предложил заменить учебный день 23 декабря на другой в конце года. Это позволит увеличить зимние каникулы до 12 дней. Просьба мальчика была удовлетворена. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс лично сообщил ему эту благую весть. По телефону подросток в это время был на уроке. 23 декабря ранее учебный день теперь будет выходным для всех паблик-скулс города. Вот уж действительно устами младенца глаголит истина. Вечером 7 ноября Бродвей приглушит свои огни, чтобы почтить память Мэгги Смит, ушедшей с жизни 27 сентября в возрасте 89 лет. Мэгги обладала исключительным талантом. Ее артистизм украшал как сцену, так и экраны с непревзойденной глубиной и остроумием, прокомментировал акцию председателя и гендиректора Шуберт Организейшн Роберт Ванкел. Бродвей присоединится к поклонникам актрисы по всему миру. Мэгги Смит родилась в 1934 году в пригороде Лондона. В 17 лет на сцене Оксфордского театра она сыграла свою дебютную роль Виолу в «Двенадцатой ночи Шекспира». За свою карьеру она снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов и получила наибольшую известность за роли профессора Минервы МакГонагал, Гарри Поттери и графини Вайлет Кроули в «Аббатстве Даунтон». Актрису удостоилась двух премий «Оскар», трех «Золотых глобусов» и четырех «Эмми». В одном из наших новостных выпусков мы рассказали, как сотни поклонников Гарри Поттера в конце сентября пришли к замку Хагвартс в «Юниверсал Орландо», чтобы почтить память Смит. В честь профессора МакГонагал они, как в одной из частей фильма, подняли палочки вверх. Игуда Коэн, отец заложника Немрода Коэна, захваченного хамасовцами 7 октября и по сей день остающегося в плену в Газе, заявил сегодня на заседании комиссии КНЕСЭТа по нацбезопасности, что премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяго при участии своей жены и через иностранные средства массовой информации применяет против семей заложников психологический террор. Это цитата. Коэн-старший также обвинил Нетаньяго в утечке секретной информации через своих советников, которые, цитата, «не прошли никакой проверки на безопасность и посещали такие секретные места, как базы армейской разведки и правительственные заседания». Игуда Коэн проживает с женой и дочерьми в Реховоте. Его сын, 19-летний солдат-срочник, танкист, в Черную Субботу находился на границе. Боевики подожгли его танк, убили двоих членов экипажа, Немрода и 22-летнего Амера Нутру захватили в плен. Из 101 израильтянина, находящегося в заложниках живых, остался только 51, пишет Исраиль Хайом со ссылкой на данные израильских властей. Прежде власти официально подтверждали смерть 37 заложников. Информация основана на разведданных. Вместе с тем, чиновники предполагают, что, учитывая суровые условия, в которых Хамас удерживает заложников больше года, выживших может быть еще меньше. Глава МОСАДА Давид Барнея встретился с представителями семей заложников и рассказал о том, как обстоят дела на переговорах в столице Катара Дохе. Барнея честно признал, что шансов на осуществление так называемой малой сделки крайне невелики. Хамас, скорее всего, в этой сделке не заинтересован, сказал шеф МОСАДА родственникам заложников. На вопрос, а как насчет того, чтобы войти на условия хамасовцев, Барнея ответил, что у переговорной группы нет на это мандата от премьер-министра. И принимать решение об окончании войны должны политики, а не переговорщики. Рок-группа Алиса сообщила в своем телеграм-канале о переносе трех концертов в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске. В рамках тура, прости господи, Гойда, из-за плохих продаж билетов, концерты должны были состояться 8, 10 и 12 ноября. Ранее лидер Алиса Константин Кинчев поддержал вторжение России в Украину. Вот что дословно сказал 65-летний рокер. Судя по всему, он сошел с ума. По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку. Другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю, свой суверенный путь под покровом Пресвятой Богородицы. «Я всем сердцем с нашей армией, с нами Бог, да, и еще я русский», – заявил Кинчев в октябре 2022 года. Министерство здравоохранения Южной Кореи сообщило о росте так называемых «одиноких смертей», случаев, когда люди, отдаляясь от внешнего мира, умирали в одиночестве у себя дома. Власти Сеула объявили эпидемию одиночества серьезной проблемой и сообщили, что в ближайшие пять лет потратят на ее решение 450 миллиардов вон, почти 327 миллионов долларов. Среди причин одиночества жители Южной Кореи называют склонность к самокритике и страх провала. Подавляющее большинство жертв эпидемии одиночества – мужчины, более 84% среди всех одиноких смертей за последний год. В отдельную категорию среди находящихся в зоне риска власти выделяют мужчин 50-60 лет. По словам экспертов, в отличие от других стран, где под одиночеством обычно понимается неудовлетворенности из-за отсутствия отношений, корейцы чувствуют себя одинокими, когда им кажется, что они недостойны чего-то. Они склонны критиковать себя и переживают из-за неудач. Все эти факторы часто приводят к тому, что люди замыкаются и не получают необходимую помощь. Поводом для затворничества часто становится сравнение себя с другими и сомнение в собственной полезности. Общество требует коллективности, но часто игнорирует отдельных личностей. Тем не менее, проблемы с одиночеством в последние годы не уникальны для Южной Кореи. В Японии получил развитие феномен хики-камори. Термин используется для описания людей, которые отказываются от социальной жизни, проводят почти все время дома и стремятся к крайней степени изоляции. Подобное поведение встречается в США, Германии и Франции. В Южной Корее количество хики-камори среди людей в возрасте 19-31 года по ситуации на 2021 год оценивалось примерно в 540 тысяч человек. Чтобы решить проблему одиночества, может потребоваться культурный сдвиг, связанный с пониманием места отдельного человека в обществе. Нам необходимо развивать способность заботиться о других, подчеркивают специалисты. Вчера самая влиятельная женщина в индустрии моды, бессменный главред ВОК, Анна Вентур, отметила свой 75-летний юбилей. Все в мире меняется, но стрижка Вентур, короткий боб с челкой, неизменно. Вот уже более полувека эта прическа – неотъемлемая часть образа королевы глянца. В 1963-м новую жизнь стрижки боб дал парикмахер и стилист Видал Сасун. Другие цирюльники сразу же подхватили тенденцию, среди них был и Леонард Мейфейр. Именно у него Вентур сделала свой первый боб. Каждый ее лук – продуманный до мелочей, идеально сидящий комплект. Что называется, под нее был снят фильм «Дьявол носит Прада». Еще одна интересная деталь – оказывается, на модных показах критики и эксперты наблюдают за выражением ее лица. Если она улыбается, коллекцию можно считать удачной. Недовольная гримаса Вентур грозит полным провалом. Она практически не носит брюки. Ее гардеробе в основном платье миди. Несколько лет назад Вентур приняла участие в подкасте британского еженедельника «Экономист». Главред ВОК рассказала, как изменилась модная индустрия за последние 30 лет. Журналистка Энн МакЭвой во время разговора попыталась узнать у Вентур, почему издание игнорирует на тот момент первую леди – Меланю Трамп. В отличие от Мишели Обамы, например, которая трижды появлялась на обложке. Мелания лишь раз становилась героиней журнала в 2005-м. Марио Тестина сфотографировала ее после ее свадьбы с Трампом в свадебном платье. На сайте ВОК о Мелании время от времени появляются небольшие заметки, но в основном в некомплиментарном ключе. Вентур ответила на вопрос достаточно размыто. Цитирую. «В Америке много женщин-политиков, о которых стоит больше говорить в медиа. Например, Кирстен Джилебрендт или сенаторы Камала Харрис и Элизабет Уоррен. Я считаю, что для ВОК очень важно поддерживать женщин, которые делают что-то важное, чтобы изменить страну». Еще цитата Вентур. «Вот Мишель Обама, как первая леди, всегда выглядела безупречно». Неужели ничто не повлияет на решение Вентур помещать на обложку других женщин, выдающихся? Поживем-увидим. Спасибо вам большое за внимание. Я благодарю вас и предлагаю смотреть наш канал каждый день. Я, Наталья Быстрецкая, обращаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!